Весна, хотя к нам и не торопится, но сотрудники МЧС уже начали подготовку к пожароопасному сезону. Объект пристального внимания – многоэтажные здания. Высоток на территории города около 50. Большинство из них нужно проверить. Пожары в таких зданиях, как правило, приводят к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу. 80% от общего количества пожаров происходит непосредственно в жилых и квартирных домах. И исключением тому является и высотное здание повышенной этажности, здание высшей 12 этажей. В рейдах вместе с сотрудниками МЧС участвуют представители управляющей компании. Именно они должны будут устранить все выявленные недочеты. Видите, да, торчит электроподаводство, то есть является нарушением непожарной безопасности. И они должны здесь убить. Что не этаж, то налицо несоблюдение правил противопожарной безопасности. Должен быть пожарный рукав со стволом, подключенный к внутреннему противопожарному водопроводу. Вот, пожарная сигнализация при нажатии должна срабатывать. То есть мы не видим, что она срабатывает. Так, и насос при нажатии должен тоже срабатывать. Либо обесточен, либо еще. Самые часто встречающиеся нарушения – загромождение путей эвакуации и неисправность пожарной сигнализации. Жильцы дома складируют на лестничных клетках строительные отходы, старую мебель и прочие ненужные вещи, которые могут встать на пути к спасению. Так, и, например, тоже здесь должна располагаться. То есть это препятствует эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации. Также отсутствует пожарный толпак на светильнике, предусмотренной конструкцией завода-излетовителей. Это должно нарушить древнюю пожарную безопасность. За безопасность в квартирах ответственность несут, конечно же, собственники жилья. Сотрудники МЧС в очередной раз напомнили элементарные правила, которые помогут предотвратить пожар. Что касается мест общего пользования, то здесь соблюдать правила противопожарной безопасности должна управляющая компания. Но не все замечания сотрудник УК готов принять на свой счет. То, что гидрантов нет, это тоже, кстати, болезнь старая. Добрые люди, наши сами же жители, используют их по какому-то своему назначению. И постоянно менять у нас нет такой возможности. Вот поэтому происходят вот такие ситуации. В общей сложности в 12-этажном доме сотрудники МЧС выявили около десятка нарушений. Директор управляющей компании заплатит штраф в 15 тысяч рублей. Но устранение недочетов ему отводится полгода. В случае неисполнения требований надзорного органа санкции будут более жесткими. Ведь речь идет о безопасности жильцов.